Я собираюсь придать Майнкрафту Стиву настоящие глаза, нос и даже такие вещи как мышцы и волосы на теле. Но сначала Стив проводит так много времени за едой и питьем, что мне пришлось добавить рты в Майнкрафт. Ну да, тоже верно, да. Я начал с того, что добавил зубы в рот Стива по умолчанию, но ни один из этих вариантов не выглядел правильно. Затем я попытался добавить губы, и это становится лучше. Теперь вы можете делать такие вещи, как эта. Но у меня все еще есть только два пикселя для зубов. Я немного застрял, поэтому я посмотрел в интернете и увидел этот скин, который вдохновил мой окончательный дизайн. Вы можете ходить с полностью закрытым ртом, вы можете ухмыляться зубастой ухмылкой, или вы можете широко открыть рот. Это мощно. А, даже так. Этот мод работает на любом скине, так что вы и ваши друзья можете все это использовать. И хотя вы не можете использовать мой мод на рот для поцелуев, вы все равно можете это делать, и это так же весело. Вы также можете поднимать блоки ртом, но вам нужно быть осторожным с гравитационными блоками такими как песок, потому что они упадут прямо в ваше горло. Если вы прикусите, вы сможете разделить блоки, чтобы сделать вертикальные плиты, и вот как это выглядит от первого лица. Есть небольшой шанс, что вы сломаете свой зуб, который выпадет, и тогда вам понадобится стоматолог в брекетах. Однако в Майнкрафте нет деревянского стоматолога, поэтому мне пришлось добавить стоматолога в Майнкрафт. Если вы ударите кого-то, когда у него открыт рот, у него выпадет зуб. Так. Стоматологи могут вставить зубы обратно, но как и в реальной жизни, они также могут дать вам больше зубов. Да, да. Вот полный рот кусает. О, это хорошее. Что происходит, когда ваш стоматолог действительно безответственен. Угу. Это выглядит не очень хорошо, но, к другой стороны, стрелы отскакивают прямо от тебя. В моем моде на стоматолога ты можешь давать другим игрокам брекеты, размещая железные слитки и... Блять, сука, я реально зубы, блять. В зубах. Это может исправить что угодно, от одного зуба до целого рта. Угу. 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 Ты можешь разместить обезьяньи перекладины между блоками и только мобы с сильными бицепсами смогут перебраться через них. Угу. Ну да, эта ловушка такая, как бы естественный отбор такой сделать. Угу. Да, нормально зомбу сможет, а там вот тут-тут хеляк не сможет. Угу. Я также добавил эти обезьяньи перекладины обезьян-бармена в мод, потому что я думал что именно этого действительно не хватает в ванильной Майнкрафт. Кстати говоря, об этих маленьких пушистых обезьянках, я также добавил волосы на теле в Майнкрафт. Теперь у тебя на усах и подбородке растут маленькие волоски. Сука, вот у меня реально вот так и растет. Такая ***ня. Три волосины. Которые со временем могут превратиться в большие бороды, как это. После того, как ты поешь, маленькие частички пищи будут застревать в твоих волосах. А это значит, что животные будут забираться к тебе, чтобы полакомиться твоей бородой. Иногда они даже за... как в густых, сочных волосах, и у тебя появится новый питомец. У тебя также могут вырасти волосы на груди и животе, и хотя сейчас они выглядят неухоженными, они могут становиться все гуще и гуще, пока в конце концов ты не станешь выглядеть вот так. У тебя также появились новые волосы подмышками, за которые ты можешь ухватиться, чтобы игроки не убегали. Бля, нахуяся, вот это тоже круто, а я думал еще как рогатку можно использовать, чтобы один игрок другого запуливал как бы. Теперь, когда у тебя есть волосы, в Майнкрафте наконец-то могут появиться вши. Блядь, наконец, только потому что вот без них реально фигня была. Чеши, 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 чеши. Первым модом для Майнкрафта, который я когда-либо создавал, было добавление этого насморка в Майнкрафт около года назад. И в то время я очень гордился этим. Жесткий насморк. Это, по крайней мере, заставило бы его действительно работать. В любом случае, все это просто для того, чтобы сказать, что мне пришлось добавить носы в Майнкрафт, чтобы завершить мой реалистичный мод для Майнкрафт Стива. Потому что некоторое время назад я уже... Для ушей тоже хорошо, кстати. ...бавил уши для новых ушей. Ты дышишь носом, так что теперь ты можешь дышать только тогда, когда твой нос... Бля, кстати, но опять же, он все это прорабатывает, так что это интересно, ахуя выглядит. Он находится над водой. Вот анимация дыхания, а вот и звук для нее. А ну. Да, да. Я также предал всему... Бля, я надеюсь, что надо будет кнопку нажимать, чтобы дышать. Типа, именно ты должен нажать вдох-выдох. Вот ты ходишь, вдох-выдох. Бегаешь, ты должен быстрее нажимать вдох. Эти цветы... Это реально реализма хотя бы добавит. ...пахнут. А вот эти газы нет. Так что тебе придется задержать дыхание, как будто ты находишься под водой. Чтобы по-настоящему пукнуть, тебе нужно посадить, собрать урожай и... Что, простите? Съесть эту новую фасоль-кроп. Размер фасоли, которая выпадает, случайно и будет зависеть от размера твоего пердящего облака. Вот это было маленькое. А вот это большое. А если ты съешь эту редкую мегафасоль, ты выпустишь настоящее пердящее облако. Есть небольшой шанс, что появится эта смертоносная фасоль, и тогда тебе конец. Ммм, да, ну да, кстати, да, я видел. Ты также можешь собрать свои газы в бутылку, а затем бросить ее в огонь, чтобы создать газообразные взрывы. Если у тебя скин девушки, ты выпустишь женский пердеж. Это правда, да, это правда, они же, ну, они вот пукают вот таким. Тебе нравится быть более реалистичным в Майнкрафте, иметь глаза и рот в больших сильных руках, или эти новые лестничные блоки, или возможность сломать зубы. Бля, это еще очень крутой мак. Тебе должно понравиться это видео. Я все еще работаю над добавлением девушек в Майнкрафт, например, как я сделал это с бровями ведьмы, убрал ее стеклярусный жир, дал ей красивые новые волосы. Бля, ореха красотка. Расслабил ее руки, подтянул ее талию, сменил ее наряд, а затем дал ей еще больший нос. Так что подписывайтесь, когда это видео действительно будет закончено, и увидимся в следующий раз. Блин, вот эта рука тоже. Каждого моба есть ноги, эти коровы, эти лианы и даже эти вурдалаки теперь могут ходить, а не летать. Ты можешь пощекотать им ноги, щелкнув по ним перышком, от чего они упадут и начнут смеяться. Да, это же в особенности копытное животное, у него вот пальцы... И ноги тоже не просто выставлены на показ. Теперь ты можешь подбирать ими предметы. Бля, это... Я так и делаю! Здесь крупным планом показано, что на самом деле здесь происходит. Я так и делаю, меня Соня обезьяной обзывает, но это же реально удобно. Это означает, что вы можете держать в руках... Носки, трусы и поднимать... ...тыри предмета одновременно. Вот я отбиваюсь от четырех мобов одновременно ножными мечами, вот я наводю мосты, размещая ноги над собой и под собой, а вот я цепляюсь за потолок пальцами ног. Ты также можешь сфотографировать свои ноги с помощью механики скриншотов в Майнкрафте и продать их жителям деревни. Некоторые жители деревни вообще не заинтересуются фотографиями твоих ног. Так. Но если ты заглянешь к ним в дом, то получишь за них тысячи изумрудов. Ага, да, действительно. Поэтому чтобы уравновесить этот мод, я сделал его таким, что вы будете спотыкаться, если наткнетесь на какой-нибудь блок. Бля, да, да. После этого ваш большой палец будет сильно распухать. Вам нужно приложить к нему лед, иначе вся ваша стопа распухнет, и вы будете ходить вот так. Ну да, неудобно, да. Чтобы защитить пальцы на ногах, у тебя есть два варианта. Ты можешь либо надеть туфли на каблуках, которые тоже делают тебя красивой, либо надеть эти носки, которые я добавил. Ноги Стива, вероятно, сильно натираются и покрываются мозолями паутинок целый день, поэтому я добавил эти носки, чтобы помочь. Ты можешь сшить пару носков из четырех кусков шерсти и использовать любую комбинацию для получения разных цветных носков. Если ты будешь носить их слишком долго, они споткаться и начнут вонять. Это означает, что толпа не захочет находиться рядом с тобой, и девушки уже не захотят. Чтобы избежать этого, ты можешь постирать свои носки в воде. Отвратительно, посмотри, что ты с ними сделал. Если ты будешь носить мокрые носки слишком долго, то везде, куда бы ты ни пошел, у тебя будет грибок на ногах. У тебя вырастут грибы. Если ты опустишь ноги в воду, то получится грибной суп. Я также добавил несколько новых монстров в носках. Они съедят тебя, если поймают, а когда выплюнут, от тебя всегда будет плохо пахнуть. Если тебе понравилось это видео, то ставь лайк и подписывайся, потому что в следующем видео я добавлю все, что есть от Пиксар до Майнкрафт. В качестве небольшого тизера, вот кухонные крысы из Рататуи и крысиный бургер, который они приготовили. Они приготовили бургер, ну фаршированный крысами, блин. Фуу, да. Субтитры сделал DimaTorzok